здравствуйте дорогие ребята в этом видео я покажу вам как нарисовать туканчика карандашом первым делом мы должны нарисовать веточку на которой будет сидеть наш тукан ветка в начале потолще потом становится немножко потоньше вот и старайтесь сделать ее не прямую а немножечко ее искривить вот вот такая примерно у меня получилась ветка теперь я готова садить на нее туканчика туканчик будет повернут к нам бочком то есть вот таким вот способом вот и первым делом мы должны показать с вами вот эту среднюю линию туловища туканчика то есть направление туловищ туканчика и потом мы покажем с вами низ и вверх туловище также так начинаем нашу работу я размещу своего тукана примерно вот тут я показываю среднюю линию вот и после этого намечаю низ туловища у нас будет тут вверх туловища примерно тут потому что у нас еще должен поместиться большой клюв и голова после этого я намечаю боковинки туловища то есть туловище у туканчика довольно таки широкая даже я вот эту часть немножко еще увеличу вот так вот вот после этого мы уже готовы соединять боковинки с низом и верхом и нарисовать вот такой овальчик то есть ваша задача нарисовать красивый овальчик для туловища нашего туканчика вот после этого мы рисуем шею нашему тукану вот так вот и потом голову да то есть у него шея плавно переходит в голову вот и после чего мы уже будем готовы нарисовать клюв то есть мы делаем вот такое вот место подготовленное для клюва и после этого вырисовываем клюв то есть рисуем нижнюю часть и верхнюю часть клюва делаем немножко поуже верхнюю пошире вот и потом прорисовываем глазик то есть глазик это будет у нас внешний ободок внутренний ободок это просто два кружочка у нас после этого мы рисуем масочку для нашего глазика вот так и потом прорисовываем еще вот нижний такой вот элементе вот после этого мы вытираем вот эту линию она нам не нужна это была у нас дополнительная линия для туловища также мы вытираем среднюю линию которая нам сложен и нужно поправляем немножко этот контур так и после этого заканчиваем крыло нашего туканчика то есть мы на наше туловище нарисовываем крыло вот и снизу обратите внимание ребята где то есть вот в этой части мы рисуем хвост нашему туканчику то есть хвостику туканчика он находится под крылом хвостик уже вначале а потом немножко пошире вот такой у нас хвостик и он у тукана заканчивается вот такими вот линиями вот примерно вот вот такими элементиками вот туканчик у нас почти готов теперь ему нужно нарисовать только лапки вот то есть мы тут рисуем такие крючки один крючок крючок второй крючок это будет у нас одна лапа и например тут рисуем еще вторую лапу один крючок так то рой крючок вот и тут немножко уже выйдем так линию ветки тоже нужно вытереть потому что тукан своим туловищем закроет веточку так и поправляем линии которые мы навели раньше так и вот эту линию туловищу тоже убираем она нам тоже не нужна после этого мы готовы с вами начать работать над цветочками вот то есть первым делом для цветков мы должны показать место где они будут находиться то есть это будут вот такие вот круги изначально просто сначала покажите размер своих цветков то есть просто покажите круги в которых мы потом прорисуем ваши цветочки вот у меня будут два больших цветка и один небольшой цветочек вот тут вот после этого мы показываем серединку цветочка можно показать ее вот так вот и от нее мы уже начнем прорисовывать лепестки то есть это один лепесток вот тут у нас 2 лепесток мы можем немножечко выходить за контур нашего круга потому что все таки лепестки нужно чтобы выходили за контур чтобы так они будут поинтереснее выглядеть вот и в конце вот сзади уже я прорисовываю еще один лепесток ребята я пока что не показываю детали на наших лепестках то есть мы их покажем потом вот так же мы рисуем вот тут центральную такую часть нашего цветочка так и на ней будут находиться вот такие вот элементики так вот таким вот способом дальше вот эту линию вытираем тут немножко поправляем так и прорисовываем теперь окончание лепестков уже нашего цветка и круг мы можем вытереть то есть круг нам уже не надо вот и ветку которая находится сзади цветка я конечно тоже вытер так после этого мы намечаем детали наших лепестков вот вот так и продолжаем работать дальше вот так и тут прорабатываем тоже боковинку и прорабатываем лепесточек вот таким вот способом так вот эти элементики я немножко попрослю вот и так же заканчиваем работу над вот этими лепестками лепестками вот вот такой цветок у нас получился после этого мы можем добавить цветочку тебе лег лепесток и листик один бочок листика второй бочок листика и рисуем зубчики вот вот там и уже линию вот эту внешнюю это